Проезд по выделенной полосе для автобусов и такси теперь не останется незамеченным. В Иркутске на улице Трактовая установили 10 новых комплексов фиксации нарушений. Девять из них регистрируют выезд легковушек и грузовиков на полосу, которая предназначена для общественного транспорта. Штраф за это – полторы тысячи рублей. Еще одна камера фиксирует нарушителей, проезжающих железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Всего в регионе на дорогах установлено более двухсот подобных комплексов. Здравствуйте! В эфире, как обычно, в это время программа «Новости по будням». Пора рассказать о самых важных и резонансных событиях дня. О чем именно пойдет речь в выпуске, узнаете из коротких анонсов основных тем. Новый виток. Прокуратура региона намерена оспорить решение суда по проблемному дому на улице Пескунова в областном центре. Какой статус хотят присвоить незаконной постройке, узнаете из выпуска. В выпуске обсудим и транспортные проблемы. Жители деревни Заплески нажалуются на невозможность уехать в областной центр. Через несколько минут объясним, почему и как теперь людям добираться до Иркутска. В Иркутске уже не первый год продолжается борьба со стихийными рынками. Как можно решить эту проблему и почему торговые точки могут быть небезопасны, расскажем сегодня. Сегодня наша съемочная группа отправилась на катки. Где в Иркутске можно бесплатно покататься и были ли проблемы при заливке льда, в этом году сообщим в программе. И начинаем выпуск с новой информации о судьбе незаконно возведенного дома на улице Пескунова в Иркутске. Стало известно, что региональная прокуратура намерена оспорить статус многоэтажки, которая сейчас признана самостроем. Напомним, по решению суда жители дома должны выселиться из квартир. Более того, за свой счет снести дом. И при этом никаких компенсаций людям не полагается. Оспорить такой вердикт решили в прокуратуре Иркутской области. Надзорное ведомство планирует обратиться к представителям Фемиды в январе 2024 года с заявлением об изменении статуса многоэтажки. Сейчас дом официально считается незаконно возведенным. Сотрудники прокуратуры намерены добиться того, чтобы постройку признали аварийной. Тогда у жителей проблемного дома появится шанс на более справедливый конец этой долгой истории. Совершенно другие нормы будут действовать соответственно. И, конечно же, у владельцев данной спорной жилплощади появится возможность получить компенсацию или взамен иное жилое помещение. Ну, в зависимости от выбора жильцов и от применения норм. Соответственно, хотя бы получить что-то. Поэтому в данной ситуации, конечно же, инициатива положительная. Негостеприимно приняли семью с ребенком-инвалидом в международном аэропорту Иркутска. Поэтому его мама обратилась в транспортную прокуратуру. Ведомство организовало проверку. Оказалось, в здании авиаузла нет доступной среды для перемещения на инвалидной коляске. Более того, сотрудники аэропорта не оказали помощь человеку с особенностями здоровья. Не было индивидуального досмотра. В результате директору аэропорта вынесено представление. Возбуждено административное дело. Возмутить жителей Иркутска может и другая новость. Еще один частный перевозчик заявил о повышении стоимости проезда. Это коснется маршруток номер 4С и 56. Цена в этих маршрутках изменится с 15 января. Стоимость проезда станет на 5 рублей дороже. Теперь за поездку из поселка Славного до Центрального рынка и из Солнечного до Радищева отдавать придется 35 рублей, а после 20 часов – 40 рублей. Напомним, коммерческие перевозчики имеют право повышать стоимость проезда. Нужно только уведомить об этом администрацию города. Ранее стало известно, что поездки станут дороже еще на 20 разных маршрутах, которые обслуживают частные компании. Тратить на проезд больше денег горожанам придется уже с 29 декабря. Тратить больше денег на проезд приходится жителям деревни Заплескино в Жигаловском районе. Ведь добираться до областного центра они вынуждены с пересадками. Почему сложилась такая ситуация и есть ли выход, узнала Дарья Айвазова. Передвигаться по улицам 80-летняя Галина Александровна может только с палочкой. Пенсионерка – инвалид. Живет в деревне Заплескино Жигаловского района. Но там нет аптеки, а в Жигалово – нужных лекарств. За ними пенсионерка ездит в Иркутск, но сейчас это задача со звездочкой. Года три назад, а то и больше, перестали продавать через кассу в Иркутске для пассажиров билеты до деревни Заплескино. Поскольку они вот эту проблему поставили, что не продавать билеты, я им стала переплачивать. Стала брать билет до Жигалова, потом до Петрова, которая 15 километров расположена от деревни Заплескино. А оттуда-то как я добираться буду? Поэтому Галина Александровна, как и другие жители деревни, караулит автобус на тракте. Но порой водители не берут там пассажиров, даже несмотря на билеты. Так, 25 декабря женщина осталась мерзнуть на тракте. В администрации Петровского муниципального образования, к которому относится Заплескино, нам объяснили причину, почему там не останавливаются автобусы. К сожалению, было выяснено, что согласно постановлению правительства, а также приказами Министерства транспорта и дорожного хозяйства, данного населенного пункта не оказалось в списке как именно остановки. Мы в свою очередь направили письма на имя заместителя мэра Жигаловского района в Министерство транспорта и дорожного хозяйства и направили в фискаческий филиал дорожной службы, чтобы они помогли нам установить. Остановочные пункты оборудованы для безопасной высадки людей. Если новую остановку одобрит региональный Минтранс, то маршрут пересмотрят. Перевозчик планирует подать документы для данной процедуры 15 января. При этом на картах возле Заплескино остановочный пункт обозначен. Но до официальных изменений жителям деревни так и придется переплачивать и ездить с пересадками через другие поселения. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Новости по будням. Другая спецтехника стала причиной ухудшения ситуации на Покровской развязке в Иркутске. В сторону Качугского тракта движение и так всегда затруднено, а теперь все осложняется вереницей осенизаторских машин, которые едут на очистные сооружения правого берега Ангары. На это жалуются иркутские автомобилисты в соцсетях. Порой очередь из спецмашин фактически занимает одну из полос в месте съезда на улицу рабочего штаба. Недавно в пабликах появилось видео, где видно, что в сторону станции выстроилась огромная вереница. В ней около 20 осенизаторских машин. Такие очереди получаются спонтанно. Проблема возникла из-за того, что в Иркутске становится все больше частных домов, поэтому эти услуги пользуются огромным спросом. Как рассказали Ир-Сити в мэрии города, на станции есть два въезда. С каждого ведется прямая трансляция на сайте водоканала, поэтому водители осенизаторских машин могут заранее определить, к какому въезду лучше подъехать, чтобы не создавать пробок. Но и пешеходам порой приходится не сладко на улицах Иркутска, особенно на Волжской, где уже много лет работает стихийный рынок. Из-за постоянного столпотворения пройти этот участок сложно. Да и к качеству продукции, которую там реализуют, есть вопросы. Но, возможно, скоро ситуация на этом месте изменится. Тему продолжит Анастасия Коростелева. Пока эти прилавки пустуют вдоль дороги на улице Волжской, в Иркутске торговля кипит. Этот стихийный рынок давно стал привычным и для жителей, и для продавцов. Через него каждый день проходит большой поток людей. Но пробраться через рынок сложно. Здесь начинается настоящая полоса препятствий. По обе стороны тротуара стоят торговые ряды. Покупатели подходят прилавкам, чтобы приобрести товар, и загораживают собой без того узкий проход. А еще есть встречный поток людей, поэтому, чтобы пройти, здесь нужно изворачиваться. Изворачиваться приходится для того, чтобы зайти в заведения, которые расположены в рядом стоящем здании. Вечером, когда продавцы расходятся, на тротуаре остается мусор и грязь. Навести здесь порядок городские власти пытаются давно, поэтому в скором времени уличным торговцам придется переехать в специально оборудованное место рядом. Мнения жителей о нововведении разделились. Я отношусь к этому положительно, потому что там разве можно продавать? Машины ездят. Я вот 15 лет живу, все время прохожу, и не мешают. Наоборот, всегда что-нибудь покупаем. Бабушки и дедушки стоят, у которых нет лишних средств. Это дополнительный способ заработка их. И этот заработок может уменьшиться. Ведь, чтобы торговать за прилавком, нужно платить за аренду. Сумму пока неизвестна. Но предстоящим изменениям продавцы уже не рады. Нам придется все равно туда идти, а там будут платные места. А как вы относитесь к тому, что они будут платные? Негативно. Потому что я как инвалид, а платить придется все равно в случае, а у меня денег, пенсии не хватает ни на что. Но решение о ликвидации стихийного рынка уже принято. На прошлой неделе рядом появились новые торговые ряды. Данный земельный участок заасфальтирован, огорожен металлическим забором, под видео наблюдение. Вообще планируется туда организовать как ярмарку. И все желающие могут там будут осуществлять свою торговую деятельность. Там в настоящее время установлено 22 торговых оборудования. Причина таких изменений не только на ведение порядка на улице. На стихийном рынке гарантировать безопасность продукции мало кто сможет. Неизвестно происхождение данной продукции. И это может принести риск вашему здоровью. И все-таки настоятельно рекомендуем идти в места организованной торговли, где продукция имеет всю необходимую документацию, подтверждающую качество и безопасность. А пока стихийный рынок продолжает работать. Как скоро продавцы переместятся за организованные прилавки, неизвестно. Анастасия Коростелева, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням. Наши земляки активно готовятся к предстоящему празднику, поэтому на рынках столпотворение. И кто-то ищет одно из главных украшений новогоднего стола – икру. Поэтому сейчас этот продукт пользуется большим спросом и возрастает риск купить товар сомнительного качества. Так в областном центре продавали икру без маркировки. Это во время рейдов обнаружили сотрудники полиции и Россельхознадзора. Во время последней проверки специалисты побывали в 25 торговых точках в Иркутске. В одном из павильонов продавцы торговали икрой без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества. Значит, такой продукт может быть небезопасен для потребителя. У предпринимателя изъяли 12 банок икры. Они отправятся на утилизацию. Всего в преддверии новогодних праздников прошло 12 таких рейдов. Итог. Проверяющие выявили 7 фактов продажи икры без маркировки. Также изъято более 40 килограммов сомнительной рыбной продукции. Не только употребление сомнительных продуктов может привести на больничную койку, но и различные вирусы и инфекции, которые нас окружают. Чем жители Прибайкалья болели в этом году, узнаете прямо сейчас. Заболеть во время каникул, как и в любое другое время, неприятно. Однако в холодное время года риск заразиться каким-либо вирусом выше обычного. Так, в регионе с начала декабря зарегистрировали почти 950 случаев гриппа. При том, что годом ранее число заболевших было в два раза меньше. Также в Иркутской области в этом году было немало пациентов с корью. Всего 58 человек. Среди них есть как дети, так и взрослые. А вот 90% заболевших другой инфекцией – коклюшем. Это несовершеннолетние. За год ей заразились 853 человека в регионе. Хотя еще пару месяцев назад эта цифра была на 350 случаев меньше. Заболеваемость растет по всей России. И специалисты связывают это с низким уровнем вакцинации. Ведь от коклюша и кори в первую очередь защищает прививка. Никуда не исчез и коронавирус. За последнюю неделю в Прибайкалье зарегистрировали 1356 случаев COVID-19. Это на треть меньше, чем неделей ранее. Однако забывать о мерах профилактики не стоит. Берегите себя и своих близких. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Симптомы многих болезней похожи на ОРВИ. Так, в регионе за неделю зарегистрировали больше 20 тысяч случаев заболевания острыми и респираторными вирусными инфекциями. Однако получить экстренную помощь пациентам удается не всегда. В нашу редакцию обратились телезрители со следующим вопросом. Почему в некоторых детских отделениях перестали экстренно принимать детей с симптомами ОРВИ, если в этот день больница не является дежурной? И о каких дежурствах вообще идет речь? Мы адресовали этот вопрос одной из больниц. Нам объяснили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ Минздрав ввел маршрутизацию для маленьких пациентов. В будни их принимает областная инфекционная больница, в субботу – Шелиховская районная больница, а в воскресенье – Ивана Матрёнинская. К этому дню отделения специально готовятся. При этом амбулаторного приема именно в больницах нет, этим занимаются поликлиники. А больницы принимают экстренных пациентов, например, со скорой помощи, либо с направлением на госпитализацию от педиатра. Если и у вас есть подобные вопросы, ответы на которые будут интересны всем телезрителям, звоните нам на горячую линию с 10 утра до 6 вечера. Наш телефон прежний – 792-402. Отправить информацию можно также через интернет по адресу rnewssobaka.ntsdfistv.ru А сейчас важная информация для всех жителей Иркутской области. На время новогодних праздников при Байкале вводят режим повышенной готовности. Он начнет действовать 29 декабря. Это необходимо, чтобы оперативные службы и представители всех уровней власти смогли своевременно среагировать на проблемы, которые могут возникнуть в эти праздничные дни. Так, к примеру, в муниципалитетах необходимо подготовить резервные источники энергоснабжения на случай аварийных ситуаций. Также Министерству ЖКХ и энергетики поручено создать запасы топлива для бесперебойной работы котельных и других теплоисточников. Все коммунальные и дорожные службы готовятся работать в усиленном режиме. Режим повышенной готовности будет действовать в Прибайкале до 10 января. Не будут отдыхать в новогоднюю ночь энергетики Иркутска. В столице Прибайкале и прилегающих районах уже сформированы бригады быстрого реагирования. Они будут следить, чтобы в дома людей свет и тепло поступали без перебоев. Данил Седов познакомился со специалистами, которые встретят бой курантов на работе. Электромонтеры Роман Чемизов и Павел Остапенко сегодня проверяют электрические подстанции в Октябрьском районе Иркутска. Это стандартная процедура перед новогодней ночью. Вечером 31 декабря нагрузка на сети обычно сильно возрастает, и важно подготовить к этому оборудование. Тогда праздник пройдет без коммунальных инцидентов, а работы у ремонтных бригад будет меньше. Роман и Павел будут в числе тех сотрудников Иркутской электросетевой компании, что будут дежурить в ночь на 1 января. Уже было как-то, что попадала смена, тогда вроде нормально. В эту смену, получается, тоже работаем в Новый год с напарником Павлом. Как там будет, неизвестно. Все аварийные ситуации, все, что касается работы, мы выполняем. Для Павла же это будет первая новогодняя смена. Причем молодому человеку предстоит еще и быть водителем бригады. Готов хоть всю праздничную ночь провести за рулем, если это потребуется. Ну, конечно. Надо людей как-то поддержать. В аварийной ситуации быстро сработать, чтобы у людей новогоднее настроение не пропало. Чтобы все у них было отлично. Будет мотивация при работе в Новый год. С такой же мотивацией на работу выйдут иркутские теплоэнергетики, которые сейчас работают в усиленном режиме. На дежурстве с 31 декабря на 1 января будет и сотрудница контакт-центра Иркутско-энергосбыта Евгения Хиль. Девушка сама захотела выйти на работу в новогоднюю ночь. Это было осознанное решение. Ну, а почему бы и нет? Новый год проводится иначе. Почему бы не попробовать впервые за всю свою жизнь поработать в новогоднюю ночь? Тем более, ну, не одна я буду работать. Всего же в Иркутске и прилегающих районах в новогодние праздники на дежурстве будут сотни энергетиков. Каждый из них готов профессионально выполнить свою работу, чтобы в домах жителей было тепло и светло. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. И пока некоторые прибайкальцы будут работать в праздничные дни, остальные уже решили, как проведут новогодние каникулы. Более половины наших земляков в праздники будут отдыхать дома и никуда не поедут. 60% прибайкальцев намерены провести каникулы дома с близкими и друзьями. Такой вид отдыха по душе юристам, менеджерам, администраторам и специалистам по подбору персонала. Это данные опроса сайта ХХРУ. Возможно, большинство жителей региона останутся дома из-за того, что поездки в новогодние праздники бьют по карману. А может, так они просто восстанавливают силы. Но все же 11% наших земляков отправятся в путешествия. Самые популярные направления по стране – традиционно Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Встретить Новый год в поездке решили работники науки и образования. А что же будут делать остальные жители региона? Ответ прост – работать. После новогодних праздников практически у каждого прибайкальца пустеет кошелек. Поэтому спросом в январские выходные пользуются бесплатные развлечения. В Иркутске уже открылись все катки. Ксения Абутина протестировала лед на самом популярном в городе месте для катания. И знает, куда еще можно отправиться с коньками. Передаю ей слово. Так, на новогоднюю елку я посмотрела, мандаринов я наелась. Продукты для оливье тоже закупила. Чего-то не хватает. А, точно, я же еще на коньки не сходила. Наша съемочная группа как раз сейчас находится на острове Конном. Так давайте протестируем лед. В Иркутске этот каток – один из самых популярных. Его площадь – 4500 квадратных метров. К тому же он имеет интересную форму. Я тестировала лед на протяжении 20 минут. Он оказался не идеальным, но расчищенным. Конечно, попадались неровности и кочки на пути, но это мелочи. Ведь главное здесь – позитивные эмоции. Ради этого сюда и приходят горожане. Несмотря на будний день, на катке собралось немало любителей активного времяпрепровождения. Мы пришли с внучкой на каток. Очень приятно, что делают такие катки, заливают. И все могут прийти покататься. Это очень здорово. И атмосфера праздника создается. Ну, единственное, можно чуть-чуть лед поровнее. Из-за погодных условий лед в этом году начали заливать позднее. Начать работы раньше не позволила аномально теплая погода в начале декабря. А при перепадах температур лед мог попросту получиться неравномерным. Но к новогодним праздникам все муниципальные катки в городе успели подготовить. В этом году их число не изменилось. Около 30. Только немного поменялись локации. Так каток Наурицкого убрали. Зато появился каток в сквере Кирова. Новое место нравится многим. Ведь это каток, залитый вокруг купола, над фонтаном. Очень радуюсь, что вообще он появился. Очень удобное место. И всем мне кажется удобно сюда ездить. Ну, лед желает, конечно, лучшего. Но это скорее из-за количества народа. А так, все прекрасно, и оформление, и доступность коньков тоже есть. Доступно такое развлечение для жителей всех округов. В каждом районе есть свои бесплатные катки. Найти каток возле своего дома можно на интерактивной катке на сайте мэрии. Ксения Абутина, Владимир Пинаев. Новости по будням. О достижениях спортсменов Иркутской области расскажем далее. А также объясним, как школьники из областного центра стали дизайнерами мебели, и где в регионе появились необычные снеговики. Все это и не только сразу после короткой рекламы. Новогодние праздники в Иркутской области можно провести активно. С 1 по 8 января в регионе пройдет декада спорта и здоровья. По плану веселые старты, семейные эстафеты, а также массовые катания на коньках и лыжах. Об уже состоявшихся спортивных событиях и успехах уроженцев Прибайкалья расскажем далее. Иркутские спортсмены снова собрали россыпь медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте. На этот раз нашим землякам покорился Кубок Дальнего Востока. Турнир состоялся в Хабаровске. Там уроженцы Прибайкалья завоевали 21 медаль. Из них 5 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Юные хоккеисты из столицы Прибайкалья победили на первенстве области среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Клуб «Сибирский тигр» в групповом этапе одержал 3 победы, не потерпев ни одного поражения. Затем команда прошла стадию плей-офф и добралась до финала. В нем ребята из Иркутска обыграли Олимпию со счетом 3-2. Всего же в турнире приняли участие 8 коллективов из 4 муниципалитетов. Раньше остальных выйдут с новогодних каникул в регионе спортсмены. В столице Прибайкалья состоится чемпионат Иркутской области по альпинизму. Участники будут выявлять сильнейших в дисциплине «Ледолазание. Трудность». Турнир состоится 7 января. Данил Седов, новости по будням. Прихорашиваются перед праздниками в Иркутске и неподвижные жители города. Помогают подготовиться к встрече Нового года памятникам коммунальщики. Место кистей для макияжа – метлы и веники. Преобразились уже Юрий Гагарин, Александр Колчак, Владимир Ленин, Яков Пахабов и другие. Снимками процессов поделилась администрация города. А марафон позитивных новостей продолжится в рубрике «Повесточки». Друзья, приветствую! Оказывается, большинство россиян мечтает получить на Новый год гаджеты или что-то из техники. На втором месте желанных подарков – украшения и одежда. А если вы до сих пор не определились с презентом, то сегодняшняя подборка новостей специально для вас. Необычная мебель появилась благодаря фантазии иркутских школьников. Вот такую кровать и другие предметы интерьера создали дизайнеры на основе эскизов ребят. Над созданием ярких рисунков, которые украшают мебель, трудились 40 ребят от 8 до 14 лет. Ушло на это около 4 месяцев. В итоге на мебельных фасадах появились эндемики Байкала, геометрия Сибири, бурятский калейдоскоп и шаманские лики. Снеговик может стать идеальным подарком городу. Десятки таких скульптур появились в парке Нижневудинска. Создавали фигуры и участники в рамках конкурса «Снеговик-2023». Помимо классической формы из трех шаров, в праздничной аллее есть и задорные матрешки, милые медведи и даже улыбчивые драконы. Проще говоря, все, на что хватит детской фантазии, в награду за которую участники получили дипломы и сладкие подарки. Невероятное количество плюшевых мишек подарили хоккеистам болельщики в Уфе. На днях там прошел финальный хоккейный матч этого года и заодно целый мишкопад. Уровень осадков был рекордным. На головы игроков прилетело 3035 плюшевых косолапых. Так зрители не только порадовали хоккеистов, но и сделали доброе дело. Все средства от продажи этих игрушек пойдут на благотворительность. А жители Нью-Йорка артисты порадовали танцами. Да не абы какими, а русскими народными. Выбор танцоров пал на «Калинку-малинку» и «Четыре двора». Отточенные движения, национальные костюмы и веселые мотивы. И вот уже сотни свидетелей необычного флешмоба аплодируют артистам и снимают танец на камеры. Всем желанных подарков, искренних улыбок и хороших новостей. До встречи! А у меня на этом все. Еще больше интересного на нашем сайте и в соцсетях медиахолдинга НТС. Я же на этом прощаюсь. Хороших вам новостей. И помните, мы всегда вместе с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!